Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать каждого на моем канале. Спасибо, что заглянули. Сегодня у нас наггетсы куриные из Макдональдса. Решила взять сразу 40 штук, чтобы прямо наесться. И здесь соусы, кисло-сладкий, тысяча островов и барбекю. Все открывать не буду, потому что когда я открываю, потом не доедаю, они портятся. Поэтому давайте возьмем кисло-сладкий. И давайте каждого по одному, что ли. Или барбекю и кисло-сладкий. Пока что едим. Съедим. У меня, вы знаете, такая проблема в последнее время. У меня что-то очень сильно выпадают волосы. Прям очень сильно. И у меня подружка моя, она говорит, что это скорее всего из-за вакцинации. После вакцинации у нее тоже начали очень сильно выпадать волосы. И у меня вопрос к вам, ребят. У вас тоже выпадают волосы после вакцинации или нет? А возможно, это вообще даже не связано с этим. Это просто люди так... Но у меня раньше не выпадали волосы. А сейчас я прям замечаю, прям капна. Возможно, это связано с какими-то другими факторами. Я поменяла, например, шампунь. Который раз убеждаюсь, что мне дешевые шампуни не подходят. У меня сразу появляется перхоть. У меня сразу выпадают волосы. Вот что-что о шампуни не подходят бюджетные. Я еще такой человек, когда я купаюсь, мне надо два раза помыть голову. Используюсь в процессе этого ведро шампуня. Я не я. Если у меня на голове не будет вот такая огромная пена. Кстати, я вам должна была рассказать историю про стулья. Я, в общем-то, немножко прям так рассказала. Но от начала до конца не я рассказала. Я должна была об этом говорить во влоге. Но, скорее всего, этот влог я удалю. Мне почему-то не нравится. В общем... Нам нужны были табуретки. Я предлагала купить готовые. Но мама хотела именно темные в цвет нашей кухни. Чтобы сочеталось. У нас и на диване покрывало такое темное. И мебель тоже темная. Темная такая коричневая. Если вы смотрите мои влоги, то вы наверняка видели. Мама говорит, давай в цвет закажем. Получается, на заказ дороже. Причем значительно, чем покупать уже готовые. Я предлагала купить, какие есть. У нас все равно на кухне. Не могу сказать, что все так чики-пики. Все сочетается. Дизайнерские ремонты и все дела. Я маме говорю, что давай возьмем готовые. И мама такая... Опять ты на мне экономишь? Нет. Я хочу заказать. Заказать в хорошем месте. Прямо чтобы место, где сидеть, было большое. Тяжелое, чтобы они были. Но я не стала с мамой спорить. Потому что у меня мама такой человек, она может обидеться. Например, не купишь то, что она хочет. Она ничего не скажет, но она обидится. Поэтому я решила с ней не спорить. И она заказала. Заказала. Выбрала и оттенок ткани для табуретки. И материал сам. То есть табуретки должны были получиться такие темные, в цвет низа нашей кухни. Но во влогах наверняка видели. Мама сразу спросила, когда будет готово. Сказали, через 5 дней. По-моему, через 5 сказал. И в начале сказал, что 50% надо заплатить. Заказали 4 стула. Найти место, где можно заказать табуретки. Блин, постоянно стул, говорю, табуретки. Найти место, где заказать табуретки не так уж и легко. Потому что заказ все-таки маленький. И его делать не очень выгодно. Некоторые вообще не брались. Потому что заказ маленький. И каждый раз, когда не брались за заказ, я маме говорила, что может быть просто возьмем готовое. Он говорит, нет, я найду такое место. Мы заказали, получается. Сказали нам 5 дней. Через недельку мама звонит. Ну что, готовы? Сказали, пока что нету. В общем, не помню сколько раз. Где-то раза 3 такое было, что он вообще не брал трубки. То он говорил, что завтра привезу. Потом проходила неделя. Он опять же не звонил. В общем, туда-сюда. Прошел, наверное, где-то месяц. Где-то месяц мы были без табуреток. Но они срочно нам не были нужны. Потому что у нас всего бабушка, я и мама. И у нас вот одна табуретка есть. Все остальное сломалось. И одну табуретку, кстати, я своим квартирантам отнесла. Не обращайте внимания на эти звуки. У меня соседка сверху пылесосит. Она, видимо, трактором пылесосится. Не знаю чем. Ужасный звук. И мама попросила моего парня, так скажем, да, чтобы он привез табуретки. Так как это на такси надо, все-таки тяжело. Табуретки и все дела. А потом в этот день у него не было времени. Он сказал, что может в другой день. Мама сказала, ну ничего, тогда я схожу сама. Еще передумает этот, который табуретки отдает. Еще начнет тянуть, тянуть, тянуть. Мама сказала, ну ничего, съезжу я сама. У нас внизу под дом есть один таксист. Она ему доплатила, чтобы он еще и помог ей. Ну, в общем, поехали они. Доставки на табуреток нет, кстати. Потому что это слишком маленькие заказы. Понятное дело. Твиксу дам. Понятное дело, что еще доставку делать невыгодно. Ну, в общем, хорошо, что мы не пошли, а пошла мама. Потому что я лично, когда она заказывала, именно делала заказ у него, меня не было. Я ходила по другим магазинам, но когда мама зашла туда, я уже пошла домой. Я точно не знала оттенок, который она выбрала. Она просто сказала темная. Заходит, значит, мама туда. Видит, что табуретки бежевые. Давайте я вам покажу. Давайте лучше всего я вам покажу. Как раз табуретка рядом. Вот такой цвет. И вот. Как вы понимаете, это не то, что мы заказывали. И мама такая спрашивает. Я же говорила вам другой оттенок. Темный. И она называет оттенок, который она выбрала. И он такой говорит, ну такого оттенка не было. Точнее, табуретки готовятся из остатков. А остатков этого материала у меня не было. Мама говорит, ну можно же было позвонить мне и уточнить. Может, я не хочу из такого материала. Он говорит, какая разница табуретки и табуретки. Но если нет никакой разницы, зачем тогда мама выбирала цвет? Зачем мама заказывала, если могли намного дешевле купить уже готовые табуретки? У нас есть 8 базар. И там эти табуретки стоят 25-30 монат. Тысяча рублей. Мы почти в два раза дороже купили. Ну, в общем, мама начала ругаться. А я-то не знала вообще, что не тот цвет и так далее. Мама захотела просто свои деньги обратно. Ну, что ей сказали, что мы столько материала потратили. Сначала он говорит, что это готовится из остатков. А потом он говорит, что мы столько материала потратили, куда мы денем 4 табуретки. Мама уже не стала там ругаться, выяснять отношения. Мама же оплатила 50%. Вот она и взяла 2 табуретки, за которые заплатила и все. А я изначально маме говорила, вместе с табуретками, давай еще прихожую закажем. Мама говорит, мы человека не знаем. Пусть сначала изготовит табуретки. Посмотрим, как получится, понравится нам или нет. Потом уже, если останемся довольны, закажем прихожую. Но я как бы сильно не обвиняю этого мастера. Знаете почему? Возможно, реально не было такого цвета. И он, получается, уже договорился. И он, наверное, боялся сказать, что этого цвета нет. И тогда мама скажет, ну тогда не надо, тогда я заберу свои деньги. Чтобы не терять заказ, потому что сейчас очень сложно. Сейчас, с одной стороны, война, коронавирус. Мне кажется, люди так обеднели. Тем более, он нам дорого достаточно делал. Поэтому, скорее всего, он просто испугался, что мы отменим заказ и решил сделать на свое усмотрение. Сделано аккуратно. Слов нету. Сделано хорошо. Табуретки качественные, большие. Удобные очень. Но, просто такой момент, зачем я переплачивала почти в два раза, если все равно я получила не тот цвет, не ту ткань, которую я хотела, которую я заказывала. Так я могла и готовую купить. Полно на восьмом. Разных. Вот такая вот неприятная ситуация произошла. Поэтому взяли только две табуретки, потому что заплатили изначально 50%. У нас это называется Бей. Или как называется? Не знаю, как по-русски. Предоплата. Как я люблю, когда люди хорошо выполняют свою работу. Обожаю. Вот у меня на квартире кухню собирал мужик. Сделал недорого, сделал качественно. Все собрал. Все стык в стык. Везде. Знаете, я прям осталась довольна. Хотела табуретки тоже у него заказать. Просто у меня его номер не сохранился. Надо было в его магазин ехать. А магазин был далеко. Что-то я подумала, блин, из-за этих табуреток их тоже надо будет привозить самой обратно. Еще оттуда привозить. Это дорога дороже обойдется. Я думаю, блин, табуретки элементарная вещь. Можно где угодно заказать. А нет, моя хорошая. Не могу сказать, что я в шоке от этой ситуации. Не знаю, мы с мамой понервничали и так далее. А знаете почему? Потому что у нас дома все фиговое. То есть у нас старый ремонт. Но если бы, например, у меня был бы чисто такой дизайнерский ремонт. И мне нужно было обязательно табуретки именно такого цвета. И вы представьте, он сделал другого. Человек, который делает на заказ, в априори, значит, он не хочет, что попало. Ну, как что попало? Значит, того, что он хочет, нет в обычных магазинах. В общем, вот так вот у нас появились две новые табуреточки. Посмотрим, как долго они проживут у нас. В общем, на этом все. Я наелась. Было очень-очень вкусно. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Я бегу сейчас встречать бабушку. Она должна прийти. Я ее должна внизу встретить. Поэтому как-то так. Всех люблю, целую. С вами была Айка. Пока.